2020 год был тяжелый для нас год. В принципе, и 19-й год был тяжелый, и 18-й вообще вся наша жизнь была тяжелая. Даже для тех, кто никогда нигде не работал, жизнь она тоже может показаться тяжелой. Даже для тех, кто работал, кто лежал на диване, даже у тех, у кого есть миллионы, тот тоже видел сейчас, какие цены, как меняется жизнь. Мое ежегоднее новогоднее обращение, и хочу вам сказать, что не питайте иллюзии, дальше легче не будет. Как бы вам ни было тяжело лежать на диване, тратить ваши миллионы, кататься на яхтах, в следующем году все равно будет тяжелее. Здоровье не вернуть, деньги, может быть, если у вас есть, если вы, конечно, олигарх, кто-то смотрит меня, они у вас поступают регулярно. Но здоровье не вернуть, годы не вернуть, и вся наша жизнь, она на самом деле пролетит очень быстро и незаметно. Так же, как и 2020 или 2019 год. Я не хочу сейчас вас учить, потому что за меня возьмутся сейчас другие блогеры, общественные деятели, вас учить, желать вам банальщину, счастья, здоровья. Понятно, что это я вам желаю, и это я вам еще с удовольствием пожелаю на новогоднем стриме 31 декабря в 20.00 по Москве. Приходите на мой новогодний стрим. Мне нравится немного попредсказывать. Предскажу небольшой рост цен с 2021 года. Ничего страшного, потому что нам осталось на год меньше пребывать в этой матрице. Не хочется вас учить, как правильно жить, как правильно поступать в такой ситуации, в такой. Мне не нравится брать ответственность за чужие судьбы и разбираться в чужих судьбах. Я желаю прожить вам 21 год, 22 год и вообще всю вашу жизнь так, как вы захотите. Так, как вы считаете нужным. Если вы считаете нужным прожить ее как-то более-менее в радости, в удовольствии живите. Если вам нравится что-то делать, что-то творить, творите. Если вам нравится не творить, а что-то делать на заводе, делайте это. Если вам нравится что-то делать в вашей ферме, в организации, делайте это. Делайте то, что вы считаете нужным. Потому что счастье каждого человека, оно индивидуальное. Кто-то счастлив в работе, кто-то счастлив в отдыхе, кто-то счастлив в семье, кто-то счастлив в любви, а кто-то вообще полностью несчастный. Такого вам не желаю. Я желаю, чтобы каждый из вас был счастливый, чтобы каждый из вас жил в достатке, в финансовом достатке, чтобы у вас не было проблем с деньгами. Но и самое главное, я вам желаю, чтобы вы никогда не шароверили, чтобы вы всю информацию, которую смотрите на ютубе, фильтровали и обдумывали, правдивая ли это информация или нет. Я желаю, чтобы вы смотрели только самых лучших искренних блогеров, которые не обсчитывают свою аудиторию, не впаривают воздуху или иные псевдонужные товары своей аудитории, рекламируя пирамиды, рекламируя хайпы. Я желаю, чтобы вы смотрели самых достойных блогеров, тех, которых вы посчитаете нужным. Это не обязательно должен быть я. Вы сами умные и сами знаете, что нужно вам для жизни. Хочу, чтобы вы провели новогодние праздники в радости, в веселье и ни в коем случае не в унынии проводили. Потому что, попадя в депрессию, в такой праздник, вы можете легко и целый год пребывать в депрессии. Это я вам говорю, который постоянно сваливается, как человек в депрессию, входит из нее и выходит из нее. Давайте уже все-таки из нее выйдем и начнем немножечко хотя бы радоваться жизни и что-то начнем для этого делать. Мне хочется пожелать людям, которые живут очень скучной жизнью, а может быть даже им она такая жизнь и не кажется скучной, чтобы вы выехали из своих квартир в дома. Может быть, чтобы вы начали строить себе дом. Может быть, чтобы вы купили себе дом, только не раздолбанный, а нормальный дом. Чтобы вы жили ближе к природе, ближе к деревьям, к лесам, к рекам и наслаждались жизнью. Потому что какое может быть наслаждение, если вы в четырех стенах пребываете все время, немножечко это скучно. Хотя для кого как. 33 года я так именно и жил, и мне казалось, что это хорошо. Что такое хорошо, а что такое плохо, желаю, чтобы каждый из вас это сам определил. Потому что не берусь в этот день вас учить, как нужно поступать в какой-то ситуации. Всем желаю здоровья, которое никогда не купишь за деньги. Я всем вам желаю любви, хотя эту любовь никогда в жизни не видел. Вернее, видел, но когда это было кому-то нужно, чтобы притвориться. Когда у меня были какие-то финансы. Поэтому я даже этой любовью не называю. И не знаю, что такое любовь. Поэтому вам ее все равно желаю, но не продажную, а какую-то другую. Какую? Я такую никогда в жизни не встречал. Считаю, что ее нету. Но тем не менее, желаю вам обрести того, что мало кто обретает. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, добавляйтесь в друзья и в паблик от всего самого чистого сердца. Не забудьте зайти в стрим в 21.00 на этом канале. Это будет по Москве.